Итак, ещё возьмём 2 Петра, 2 глава, с 14, даже со 13 стиха. Видите, тоже говорится, «Они получат возмездие за бессоконие, ибо они полагают удовольствия во вседневной роскоши, срамники и осквернители. Они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Глаза их исполнены любострасти и непрестанного греха, они проищают неутверждённые души, сердце их приучено к любостяжанию, это сыны проклятия». Любостяжание, что значит стяжание? Жадность, стремление, да, помните Конфуций? Глупость, жадность, эгоизм, по словам Конфуция, да добра не доведут, знает и болван. Дальше вам читать не буду стихи. Вообще говорят, что Конфуций был евреем из Калина Ашера. Есть такое предположение. Конфуций жил примерно во время пророка Исаии. И вот если мы смотрим некоторые вещи Конфуции, то мы можем найти удивительнейшие вещи. Например, Конфуций учит, как и еврейские раввины, я ещё раз говорю, 500 лет где-то до нашей эры он жил. Он учит, например, как еврейские раввины, да, «Не делай другому то, что ты не хочешь, чтобы сделали тебе». И тут же он даёт комментарий. «Это выгодно тебе и полезно для государства». Очень интересно, да. Хорошо. Итак, видите, жадность, да, любострастие, непрестанное стремление к греху, проезжает неутверждённые души, сердце их привычное к любостяжению – это сыны проклятия. Оставивши прямой путь, они заблудились, идя по следам Беляма, сына Гаора, который возлюбил мзду неправедную. Опять-таки, если мы знаем еврейские комментарии, есть определённые комментарии об Ильяме, да, и мы говорили, что этот человек, он был пророком. Он каким был пророком? Божиим, да? Но он был лжепророком, если говорить. Лжепророки – это не только пророки, которые пророчат лживых духов, понимаете? Лжепророк – это тот пророк, например, который пророчествует, а живёт по-другому, да, и так далее. То есть тоже он лжепророком был. И был даже облечён, помните, ослицей. То есть здесь говорится о каких? О неверующих или о верующих? О верующих. Оказывается, мы верующие тоже можем быть такими. Почему мы становимся такими, если мы не подчиняем свой разум Ишуа? Правда? Ну, давайте вопросы мы в отдельном будем, чтобы не записывать, да? Значит, вопрос здесь был такой о духах, да, что человек может пророчитать это доверие над Духом Божьим и не Божьим. Так тоже бывает, но это бывает у незрелых пророков, и поэтому любое пророчество должно подвергаться что? Испытанию, да. Испытанию. Хорошо. И ещё одно место. Итак, записали у нас первая глава Римлянам, да, с 14 стиха примерно, начиная. Вторая Петра. Вторая глава тоже с 14 стиха. Это Колоссянам. Колоссянам. Третья глава с 5 стиха. Колоссянам. Так. Третья глава с 5 стиха. Итак. Умертвите земные члены ваши. Когда говорится о членах, это значит части. Это части физического тела. Рука, нога, глаз, да. Это части внутреннего нашего человека. Что с ними нужно сделать? Умертвить. Итак, умертвите земные члены ваши. И дальше перечисляется. Блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение. Любостяжение – это не только стремление к деньгам, но это стремление к славе, величию. Вы знаете, как становятся кумирами известные актёры, да, например, певцы и так далее. За которые гнев Божий грядёт на всех сынов противления. Да? И дальше. Отложите всё. Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие. Восьмой стих. Отметьте. Видите? Что нужно отложить? Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Это похоже на то, о чём пишет Яков в послании? Очень похоже, да? Это тоже еврейская этика. Мы будем говорить, что есть много заповедей, которые говорят о языке, злом языке, да? Лошон-га-ра. Лошон-га-ра. Злой язык. Есть злой глаз. Айн-га-ра. Слышали, да? Что есть айн-тоу и айн-ра. Злой глаз и добрый глаз. То есть, всё это мы видим. И нужно, видите, отложить, умертвить. Не говорите лжи друг другу, совлёкшись ветхого человека с делами его. Что значит совлёкшись? То есть, снявшись, да? Снявшись, да? Отказавшись от ветхого человека. И ещё новый завет связывает с тем, что нужно распинать свою плоть. Да? Распинать свою плоть каждый день. И умертвить, видите, страсти. Опять-таки говорится не об эмоциях, да? А о направлении своих черт характера именно на благое, на дело Святого Духа. Как же это осуществлять конкретно? На практике. Ну вот, например, мы просим у Бога смирения. Да? Мы просим у Бога смирения, и Бог даёт, вот тебе килограмм смирения, ну тебе полкило хватит, тебе 300 грамм, тебе 500, тебе тонну смирения нужно. Или как? Он посылает человека, да, который начинает нас мучить. И надо нам смиряться, да? Если это будут не неверующие, он послёт вам верующих. Да. Вот, если верующих мало, он послёт вам членов семьи, родных. Правда? Вот, жена должна смиряться перед мужем, каждый должен смиряться перед начальником своим. Правда? То есть, это, опять-таки, о чём говорит? Яков говорит об этом. Видите? Как нужно вырабатывать это смирение? Путём выполнения заповедей Божьей, да? Итак, изменить себя, изменить своего внутреннего человека, мы не можем просто так вот, пальцами щёлкнули, вчера был один, сегодня другой. Если люди, приходя к Богу, настолько изменялись бы сразу, да? Ну, мы рождаемся свыше. И что, у нас всё это уходит плохое? Да какое-то время, а потом опять возвращается, да? И опять мы его вывершляем, а на следующий день опять возвращается. И вот так мы его вывершляем, вывершляем на крест, ложим всю свою оставшуюся жизнь, да? Помните, говорили, есть спасение, как одноразовый акт, да? Переход из царства тьмы к царству света, вот, но есть спасение, которое мы должны осуществлять с страхом и трепетом. То есть это то, что мы делаем. И как же мы это делаем? Нету другого способа. Можете записать и Новый Завет говорит, и Танах об этом. Как что? Соблюдать заповеди Божьи, да? Что значит соблюдать? Делать заповеди Божьи, да? Вот. И весь этот процесс, он называется освящение. Или обожжение, есть такой термин у православных, или уподобление Богу, да? Видите, мы попадаем и стремимся туда, к чему близка наша природа. Вот говорят, как же будет восхищение церкви, да? И один человек взял очень просто. Насыпал гвоздей и насыпал спичек. И перемешал. А теперь переберите. Да? Долго перебирать будете. Как же это произойдет во мгновение ока? Взял магнит, раз. Да? Гвозди претенулись. Почему? Они имеют ту же природу, что и магнит. Если в нас природа Божья, значит, автоматически мы пойдем наверх, да? Если в нас природа демоническая, да? Почему? Видите, сатана, он любит больше тьму, чем свет, да? И сыны тьмы, они будут бежать от Бога. От Бога. Наоборот, мы будем даже говорить, что пребывание в Божьем присутствии для них мучительное. Вот. И оказывается, еще тоже интересную я мысль нашел, что ад – это тоже милость Божья для тех душ, которые бы испытывали еще большее мучение, пребывая в Божьем присутствии. Как это не парадоксально? Я вам говорю о парадоксальных вещах. Вы понимаете, я как раз вот все лето вот этими вещами занимался и размышлял. И видите, что говорится? В воле Божьей есть освящение ваше. Бог абсолютно свят. Значит, вся воля Божья – это что есть? Приобретение характера Бога. А как мы можем приобрести характер Бога? Выполняя его заповеди, да? Не выполняя заповеди, мы это просто не можем. И как же об этом говорит? 1 Тимофея, 4 глава, 16 стих. 1 Тимофея, 4 глава, 16 стих. Правильно. Да. Вникай в себя и в учение. Занимайся этим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих себя. Как же интересно получается, если ты верующий человек, если ты родился свыше, оказывается, человек спасает себя сам. А что такое огненное хрещение? Дары – это вспомоществование для этого мира. А я говорю сейчас о вечности. Оказывается, некоторые люди будут спасены как бы из огня. Да? Три поросенка построили, три домика. «Пришел волк, пришел волк, дунул, да? Наф-наф, ниф-ниф и нуф-нуф. Я вам как-нибудь скажу, что это означает на иврите. Я уже сам забыл, но я вам найду. Ле-наф-неф есть такой глагол. Да. Итак, значит, вот эти три поросенка. Один построил домик из соломы, другой построил из дерева, третий из камня, да? И все они были испытаны, да? И что-то сгорит, и кто-то спасется, как бы из огня, да? А если у него из золота сделано, то он не будет гореть. То есть, мы должны об этом тоже думать, размышлять. То есть, есть спасение качественное, да? А есть спасение, которое тоже будет зависеть от нас, от нашего духовного состояния, да? Видите, если мы недостаточно близки к Богу, что Бог сделает с нами? Это не ад. Поймите, это не ад. Ад – это уже окончательное решение еврейского вопроса. Да? Вот. Оказывается, Бог погрузит нас в огонь. Да? Для чего? Чтобы все, что нечистое в нас, сгорело. А если у нас этого нечистого будет меньше, и нечему будет гореть, легче нам будет? Ну, лучше так делать, чтобы легче, понимаете? Вот поэтому и существует этот процесс, который должен делать то со страхотом и трепетом. И как? Вникая в себя и в учение. Видите, у нас очень много придавалось в свое время значение учению. И в результате разъяснилось, что деноминации возникли. Одни там по главным принципам, другие там по второстепенным, третьи вообще по непонятно каким принципам. Там одни ноют ноги, и не моют ноги. Они говорят, не помоешь ноги, не имеешь общения с Иисусом. Слышали такие высказывания? Ну, я слышал, что я родной церкви. Я не критикую, я просто объясняю. То есть, вы понимаете, это играет какую-то роль. Что означает мыть ноги? Служить братьям своим. Так, и что послужил нам. Вот, и не более того. Ну, это может проявляться в ритуале, это может, можем мы при этом получать дополнительное благословение, если делаем это со смирением, а не как ритуал. Ну, на спасение наше это не влияет. Никакие наши дела не влияют на спасение. Но что влияет на спасение? На то, сколько мы будем погружены в огонь или не будем погружены в огонь, да? Я сейчас не говорю о вопросах ада. Да? Это играет наше внутреннее состояние, состояние нашего внутреннего человека. И когда мы будем подобны Богу, да, то у нас проблем не будет. Что же для этого делать? Вникая в себя. Видите, не сказано сначала вникая в учение. А в кого надо вникать? В себя. Оказывается, познать себя намного важнее, чем просто познать какое-то учение и следовать ему. Согласны с этим? То есть, человек, который изучает самого себя и знает самого себя, и знает свои положительные и отрицательные черты, он может себя изменить. Но человек, который не знает самого себя, он что? Изменить себя не способен. Вот примерно в то же время, когда жил Кунь Цзи, Конфуции, жил другой, Сунь Цзи. Это был китайский генерал, и его тактику до сих пор изучает в высших военных училищах. И этот китайский генерал говорил так. Если я не знаю своего врага, за каждой победой меня будет ждать поражение. Но если я не знаю самого себя, то я буду терпеть за поражение, за поражение. А если я знаю себя и знаю врага, я обречен на победу. Так не только знать врага, но и знать самого себя. Вникая в себя. Когда мы посмотрим внутрь себя, и потом мы смотрим в учение. И это прекрасный образ зеркала. Я еще раз и еще раз и буду возвращаться к посланию Якова. Видите, почему я вам говорю такие вещи? Я вам просто могу говорить, делай то-то, соблюдай такие заповеди. Я хочу, чтобы вы поняли, для чего нужно соблюдать заповеди. Чтобы вы поняли, что этика, это оказывается наука о счастье. А как можно достигнуть счастье? Как совершать эту добродетель? Что такое добродетель? Правда? Важно для нас это. Если мы это будем знать, то потом еврейские штучки мы выучим. Это для нас не проблема. Правда? Итак, что мы получается? Мы смотрим в себя и смотрим в учение. И Яков сравнивает это с зеркалом. Из зеркала. То есть, когда мы смотрим сейчас... Давайте поищем, где это говорится образ у Якова. Ну-ка. Ага, вот в первой главе. Итак, будьте же исполнителями слова. Что значит исполнители слова? Видите, я опять закончил на Петре, что нужно отложить, да? Отложить всякую нечистоту, остаток злобы. Опять 21 глава говорит о том же самом. То есть, я как бы продолжаю одну и ту же мысль, взятую в разных посланиях. Да? Но как отложить? Значит, будьте исполнительными слова, а не слышателем, только обманывающиеся без себя. Я уже говорил, с чем сравнивают и что? Человека, который только слушает слово, да, строит на песке, да? И который строит на камне, это тот, кто слушает, да, и исполняет. Я сейчас углубляться не буду, мы уже об этом разбирали подробно в субботу, правда? Да? Вы знаете, что раньше был такой обычай у учеников? В субботу нельзя было записывать, да? Ну, кроме так пальцем на пыли кафедры можно писать, если кафедра пыльная, да? Ну, это еврейские прибамбасы, но такая традиция есть. Значит, и на следующий день Рэбби собирал своих учеников, и они должны были слово в слово повторить всю его проповедь. Валентин Иванович, такого вам не устраивает? Ну, следовало бы. Да, это было бы очень полезно. Итак, значит, тот, кто слушает, да, но не исполняет, подобен человеку, рассматривающего предродные черты лица своего в зеркале. Посмотрел на себя, и мы часто почитаем слово Божие, ой, какие же мы такие, начинаем каяться, да, уходим, забываем, и продолжаем жить той же жизнью. Ну, знаете, большинство верующих живет 90% своей жизни так, как если бы они не верующие. Поверьте мне. Даже и те, которые, идя в церковь, претворяются крутыми верующими. Ну, может, 10% других людей. Я сам первой категории принадлежу. Еще пока. Но буду стремиться к той категории, да, чтобы я точно 100% в своей жизни жил. Но я стремлюсь, по крайней мере. И вам того же желаю. Итак, человек посмотрел на себя и забыл, какой он. Почему? Потому что он посмотрел на себя, но он не живет, он не выполняет заповедь. Но тот, кто выполняет, да, вникает в закон совершенный, закон свободы и пребудет в нем, будучи не слушателем, задычивым, но исполнителем дела. Исполнять, что значит? Делать. Делать что? Заповеди. Заповеди где? В Торе. Новый Завет отменяет Тору? Нет. Чтобы вы помнили. Если говорится, он исполнил весь закон, да, или говорят, что Иисус исполнение всего закона. Там употреблено слово телос, означает цель. То есть, Иисус не отменяет закон, Иисус цель закона. Более правильный перевод, да. Да. Итак, значит, исполнителем дела блажен будет, то есть счастлив, Ашрей, в своем действовании. Если кто-то думает, что он благочестив и не обуздывает языка, опять-таки, с чего начинается родина? С языка, да? Если мы обуздаем язык, все остальное, как говорится, комментарии, все остальное приложится, да? Так приложится. Но, к сожалению, еще никто не обуздал своего языка полностью. Хорошо. Итак, спасение есть как юридический акт, как переход из царства тьмы к царству света, и есть спасение как что? Процесс. Как процесс перехода. И тут мы должны понимать, что мы должны осуществлять заповеди Божьи. А все заповеди Божьи, если мы посмотрим внимательно, они делятся на две категории. Это отношения между человеком и Богом, да? И какие отношения между человеком и человеком, да? Хорошо. И если мы совершаем, это называется освящение. Освящение производится со страхом и трепетом. Я не буду зачитывать. Филиппийцам. Вторая глава, двенадцатый стих. Итак, что делать? Совершать, да? Как совершать? Осэ. Осэ это делают, да? Аса он сделал, он совершил. Когда Ной вывез из Ковчега возле города Нахичевань, что в переводе с армянского означает, что пристань Ноха, ну, города еще тогда не было, но он там начал жить. Непонятно, Ной был армянином или евреем, но он вылез и сказал Асса. И теперь все грузыны, армяне и прочие кавказские народы танцуют Асса, танец Ноя, да? Он это сделал, совершил. Интересно, что по-японски, если сенсей говорит своему сэмпаю, то есть учитель говорит ученику, он говорит Ос, что означает терпи. Видите, Аса делает, я вам буду как-то рассказывать, что японский язык он очень похож на еврей. Итак, Ма-Ла-Ассот, опять приходим к тому же вопросу, что делать? Приходит. На иранском по-сад начать Ису. А, ну да. Исса, да? Как по-арабски. Исса, да. Итак, евреи, видите, они имеют совершенно исключительно другой подход к Тори, чем неевреи. Евреи, когда они были у горы Синай, и Бог дал им свои заповеди, вы знаете, что Бог давал заповеди разным народам, да? Вот, и они начали все спрашивать, а что там записано? Моавитяне, аммонитяне спросили, что там записано? Там, говорит, не блуди, да? Говорит, нам не подходит, мы от блуда происходим. Это причина, очень хорошая иллюстрация. Кстати, где гора Синай находится? В Аравии, не на Синайском полуострове, а именно на Аравийском полуострове, и это доказали все исследования. Так что, опять-таки, Библия права. Да, и так, значит, другие, там, корабль пришел, говорит, не воруйте, не убивайте, но мы живем грабежом и убийством, ибо сказано, руки всех на нем и руки его на всех, да? И так далее. То есть, все, каждый народ спрашивал, что там написано? И только евреи не спросили, что написано, а сказали, на Асе унишма. На Асе будем делать. Нишма, это означает, будем слушать, будем слушаться или будем понимать. Вот, шма, Исраэль, это означает не только слушай Израиль, но и пойми Израиль. Да. То есть, если мы будем делать, то мы что? Поймем. Видите, большинство теологических всех исследований начинается с того, какой Бог? Ну, если это подходит, ну, мы будем что-то делать. там, ну, еще 110 заповедей все-таки соблюдают, но заповедь субботит, почему-то некоторым не подходит. Но они по-другому это комментируют, прихожу я в церковь, что-то говорит, 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 да, субботи, субботи, но мы подразумеваем воскресенье. Ну, кстати, адвентисту 7-го дня им открылась очень простая, интересная истина. И это тоже раввинистическая истина. В еврееве есть такое положение, раввины говорят, что если все евреи всего мира хотя бы две субботы подряд соблюдут, то придет в воскресенье. И опять-таки, соблюдение субботы не спасение, но очень интересное и хорошее откровение. Кстати, если у нас адвентисты, да, радуйтесь, и еще раз радуйтесь, потому что благодаря соблюдению кашрута и определенных вещей, вообще средняя продолжительность жизни верующих, это статистика, где-то на 2-3 года больше, чем продолжительность жизни неверующих, ну, понятно, меньше вина пьют и так далее. Вот, но оказывается, что продолжительность жизни адвентистов на 6-7 лет дольше продолжительности жизни других верующих. У них больше шансов дождаться еще. Так что, я еще раз говорю, вот каждой динаминацией были даны какие-то откровения, понимаете, но если они ставят это откровение в место спасения, тогда плохо, а если само по себе откровение, то это хорошо. Итак, делайте, да, делайте сначала, а потом что? Поймете, а потом поймете. И если мы делаем, то Бог, оказывается, возбуждает нас хотение и желание к действию. Давайте, филиппийцам откроем, да, филиппийцам, вторая глава с 12-го стиха, это мы отвечаем на вопрос Ма-Ла-Асот, да, да, филиппийцам, филиппийцам, вторая глава, так, где у нас филиппийцы, идем, так, это у нас голланды, колосяни, филиппийцы, филиппийцы, и так, открываем, значит, филиппийцам, вторая глава 12-го стиха. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только присутствии в моем, но и гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом, совершайте свое спасение. Дальше. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Оказывается, кто у нас производит хотение и действие? Бог. Но, опять-таки, мы не должны ждать, Господи, произведи это хотение, да, но надо начинать самим. Надо начинать самим. И тогда, если мы не начинаем, да, Бог нас ничего не производит. Если мы начинаем, то что? Бог нас обязательно что-то производит. И как это нужно делать? Без ропота и сомнения. Видите, очень большая и страшная вещь, когда мы проклинаем друг друга, проклинаем Бога, и даже верующие тоже начинаем роптать. Вот этот Бог, ты же обещал мне, да, обещал, вот я поверил в Тебя. И все я делаю, а почему-то денег у меня не больше становится, да, болезни, я не выздоровею и так далее. Начинаю человек роптать. Вот. Если вы понимаете, у вас болит одна нога, вот такой еврейский принцип, то радуйтесь, что у вас не болят две ноги. Да? Если у вас отрезало две ноги, то радуйтесь, что у вас еще голова работает, что вы не круглый идиот. Я вам рассказывал пример. Два человека лежат в больнице. Один и тот же перелом. Один человек ропщет на Бога, говорит, вот я пошел за хлебушком, там, переходил улицу, бац, и вот я здесь. А другой говорит, аллилуйя, 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 ну ты что? Да я вот, говорит, на украинском самолете в Израиль летел, бац, откуда-то, крылышко вправо, крылышко влево, все погибли, а я вот здесь. Правда? Все познается с ранней. Итак, без ропота, без ропота и сомнений, без ропота и сомнений. Хорошо. Итак, мы должны заповеди Божьи делать, как? Смиренно, с любовью, да, без ропота и сомнения. То есть, без своей гордости, без своего я. Но начать должны мы. Видите, я еще раз повторяю вам, прекрасный принцип Гелеля, кто еще не знает, запишите. Вот, да, он оформлен Ильфа и Петрова, Ильф Петров, тоже наши люди, вы знаете, да, Илья Фанзибих, и Петров, это Валентин Катаев, это его пситоним. Спасение утопающих, дело рук самих утопающих, хороший принцип, еврейский такой, еврейский хороший принцип. А вот Гелель, Гелель был мудрец, да, который жил как раз на границе от нашей эры и до нашей эры. Он 10 лет еще нашей эры захватил. И он говорил так, если не я за себя, то кто за меня? Записывайте, да? Если не я за себя, то кто за меня? Второе, но если я только за себя, то что я? Что я себе представляю, если я только за себя, да? И если не сейчас, то когда? То есть, когда нужно это делать? Сейчас. Сейчас. Если не я за себя, то кто за меня? Но если я только за себя, то что я? То что я? И если не сейчас, то когда? Если не сейчас, то когда? И еще раз я вам говорю, если вы начинаете этот путь, делать правильные дела, вас всегда будут ждать противники, враги, подводные камни, да? И всяческие испытания. И это правильно, и вы должны быть готовы к этому. Помните еще один принцип, я уже о нем говорил, что Бог никогда не требует от человека того, что тот не сможет сделать, да? Записывайте, поставьте в рамочку. Бог никогда не требует от человека того, что тот не сможет делать. Мы, а? Это слова талмудические, еврейская мудрость. Да, но хорошие слова. Я считаю, что это правильный принцип. Итак, значит, Бог что? Никогда не требует от человека того, что тот не сможет делать. Мы уже говорили по вопросам искушения, когда Бог не искушает, да? Что Бог что делает? Он не искушает, не искусает он никого, помните? Он испытывает, да? Надо говорить, не искус, да? Вот, а как иск, искус. От слова иск, Бог взыскивает, Бог наблюдает, да? И взыскивает с каждого. И когда есть, как там, отче наш, да? И не веди вас, как в искушение. Ну, не совсем правильный перевод. У меня есть, если вам интересно, на еврите, на арамейском, там более правильный перевод, не дай нам быть испытанными сверх норм, сверх сил. Не дай нам быть испытанными сверх сил. То есть, Бог не дает нам испытания сверх сил. Если нам кажется, что испытание сверх сил, да? Просто, от чего возникает это? От того, что мы не вникали в себя. Мы не знаем своих сил, но Бог знает. Помните, Иова, как испытывал Бог? Самое страшное, последнее испытание, это была жена. Знаете, понарастающая. Сначала, деньги я добрал, но без денег можно жить, да? Да, жили, а, да, после жены, я еще кужи. Совершенно верно. Видите, потом, что там случилось? Жилище развалилось, да, дети погибли. Потом еще жена начала доставать, да, и друзья. То есть, все против Иова. И Иов устоял, да? Почему? Испытаний не было сверху меры. Поэтому радуйтесь, что вы не апостол Павел, и не Иов. Поэтому наши испытания, по сравнению с их испытаниями, это даже очень, даже приятно, да? Потому что люди смотрят на себя и на других, и думают, что они бы с удовольствием взяли чьи-то другие испытания. И есть такое, тоже еврейское понятие, что если бы каждый повесил свои вот эти трудности на вешалку, как пальто, а потом бы взвесил, посмотрел, снимая, то все равно одел бы свое, потому что свое, оказывается, самое легкое. Самое легкое. Но мы смотрим, и кажется иногда, что нам хуже всех. И испытания мы должны со смирением и любовью. Теперь мы переходим к вопросу любви. Да? Любовь. И главный принцип этики, это принцип любви. Правда? Что самое главное вообще в иудаизме? Что Иисус сказал? Возлюби Господа, да? И возлюби ближнего своего, как самого себя. Кстати, если мы любим ближнего, как самого себя, мы выполняем требования Нового Завета или Ветхого Завета? Я уже о Завете говорю. Всего лишь Ветхого Завета. Новый Завет говорит, люби ближнего своего, как я возлюбил вас. Да? То есть еще более высокие требования. Ну, мы даже и первого не всегда. Ну, я сейчас, слава Богу, слава Богу, научился терпеть некоторых людей. А это для меня уже шаг. Это для меня уже шаг вперед. Да? Вы понимаете, мы продвигаемся шагами. Самое плохое, когда человек стоит возле горы и думает, какая она высокая, да? Знаете, что есть три типа людей? Есть три типа людей. Вот есть такого вот маниакального типа людей. Они уподобляются муравью, который, знаете, ползет, да? На гору песка. А она что? Ссыпается. Он опять ползет. Он опять. Да. Вот. Есть люди-психостейники. Мы будем говорить, что мы все психически больные, абсолютно без исключения. Это я вам как психиатр заявляю. Только одни сидят в психобольнице, другие ждут свою очередь. Да. Вот психостейники или ипохондрики. Вот он встанет и думает, ой, это гора, и это она такая высокая, и когда же я залезу? Ну, ладно. Ну, вот завтра, завтра я точно полезу на эту гору. Вот еще подготовлюсь, потренируюсь, возьму там ворудование, завтра полезу. Завтра приходят опять. Завтра не существует, и вчера не существует. И сейчас не существует. Жизнь – это миг между прошлым и будущим. Правда? Вчера уже не существует, завтра еще не существует. Поэтому нужно делать когда? Как говорил, сейчас. Если не сейчас, то когда? Да? И есть истерики. Ну, знаете, истерические такие натуры. Вот. Так истерик так сделает, что его на руках на эту гору отнесут. Так что вот эта позиция. Какая же правильная позиция? Да мы стоим перед этой горой и думаем, и говорим, Боже, помоги мне забраться на эту гору, да? Помоги мне забраться на эту гору и будь моей поддержкой и опорой. Вы лестницу Якова видели? Я вам рассказывал о ней, да? Она без перил. Золотая лестница без перил. Знаете, есть такая песня? В небо золотая лестница. Мне она снилась, я видел ее. И вот можно срываться запросто. Сорваться. Господи, будь моей опорой, да? Потом начинаешь, ну, конечно, наметил, как примерно есть, и делаешь первый шаг. Потом зацепился как-то и дальше что? Смотришь, куда руку поставить, смотришь, куда ногу поставить, да? Сорвался? Не разбился. Почему? Потому что у тебя есть страховка. Веревка, да? Знаете, почему альбинисты ввязываются веревкой? Чтобы если один упал, чтобы все остальные полетели. Если у нас есть эта обвязка, и это наши люди верующие, которые болятся за нас, и это Бог, который нас всех держит, то тогда, когда мы падаем, мы опять начинаем лезть, да? Опять руку, ногу поставил туда-сюда-сюда. Смотришь, и уже наверху. Вот и все, да? Вот так и надо действовать. Умный в гору не пойдет, но лезть все равно надо. Итак, хорошо. И вот эти два принципа любви, значит, любви Бога и любви ближнего своего, да, отражены в главном этическом принципе, в главном этическом принципе иудаизма. Пожалуйста, запишите, на то, если это будет. Главный этический принцип иудаизма. Люби Бога в человеке, которого он создал. Итак, первый и главный этический принцип иудаизма. Люби Бога в человеке, которого он создал. Мы должны понимать, что даже самый никчемный человек, который нам кажется, и даже самый страшный злодей, да. Скажите, Гитлера Бог любит? Да? Антихриста Бог любит? Вот есть такой у православных, оказывается, вопрос. Кого любит Бог больше? Деву Марию или Антихриста? Одинаково. Бог совершенна любовь. И любовь ее совершенна, да? Но, оказывается, одни в одном месте, а другие в другом месте. И это, опять-таки, происходит по принципу любви Божьей. И в каждом человеке, даже в самом нищебном, даже в самом злобном, даже в гонителе твоем, да, вот, и в том же Гитлере, в том же Гитлере, есть искра Божья, да? Искра Божья. Ну, другое дело, как человек поступает с тем даром, который ему дан. Каждому дано предназначение и даны соответствующие дары. Это уже другое дело. Но Бог любит каждого человека. Поэтому мы должны любить Бога в человека, которого он создал. Мы не должны любить грех, да? И если тебя проклинают, что нужно, проклинать или благословлять? Благословлять. Ну, знаете, еврейские хорошие благословения есть, да? Чтоб ты жил на эту зарплату, чтоб я тебя видел на одной ноге, а ты меня одним глазом. У меня так было, двое хулиганов ко мне прицепились, все, в троллейбусе я, что ты вечером ехал, я вообще не люблю вечером ехать. В общем, прицепились, они меня начали толкать. Они говорят, да благословит тебя, вот точно таким голосом, как я сейчас говорю, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлим лицом своими помилови. Дед, ты че? Ты че? Ты че? Ты че, дед? И дверь открывается, я не успел благословения договорить. Ша! В общем, как сказал Иван Васильевич, вот что крест животворящий делает. Так же благословляйте своих врагов, а не проклядайте. И второй принцип, значит, не умножай зла. Не умножай зла, а не умножай зла, значит, на зло как надо отвечать? Добром, да? Не умножай зла. Видите, в мире существует зло, и это факт. И откуда же зло взялось? Об этом поговорим после перерыва. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»